и говорю всем еще раз добрый день рад вас видеть мы техническую экспертизу прошли почти все нажали два крестика означает видно и слышно я наверно начинаю работать ну что всего начать с поздравлений скоро новый год несмотря на сложности и трудности и даже на то что закрыт санкт-петербург официально просили не приезжать я надеюсь мы найдем возможность вспомнить и даже проводить этот двадцатый год ну какой бы он не был он все таки была значительная часть нашей жизни сегодня наша задача попытаться объяснить уточнить где-то подредактировать ваше представление о том что такое социальное проектирование проектирование в целом и почему вот там последние два года очень активно используем этот конструктор как некий эффективный инструмент работы проектной группы но начиная обычно с нескольких тезисов которые так или иначе объясняют вот почему наше конструкторское бюро именно таким форматом сегодня пользуется первый мой тезис звучит очень просто повсеместное внедрение проектного подхода вы наверно сами этим занимаетесь достаточно активно и достаточно давно сегодня все начинают я даже видел позавчера еще раз посмотрел пособие та самая проектная работа в детском садике малышам предлагают нечто правда написано там немножко другое когда воспитатель сам готовит что-то оформляет потом детям предлагает они там рисуют поют и танцуют это называется проектом спорить не буду даже то что малыш там из пластилина нечто изобразил это похоже там на деда мороза там не знали на снегурочку но может быть это тоже проект хотя конечно очень большой натяжкой это можно назвать заканчивая там глобальными проектами у нас проект здравоохранения национальный проект образования но есть там много международных проектов которых участвует том числе и россия то есть вот такой еще раз повсеместное внедрение сегодня той сами проектной культуры или проектного подхода с одной стороне двумя раками за наверное правильно тем более что мы сегодня еще оговорим что наверное одна из ключевых характеристик проекта в том и заключается что он имеет все-таки некое ограничение по времени прежде всего не надо растягивать на 15-20-30 лет просто понять что мы хотим добиться в ближайшие там полгода или год и по крайней мере потом еще и отчитаться что получилось и что не получилось но у меня просто в другом а вот а кто нас всех этому учил вот того же воспитателя в детском сайте который конечно замечательный человек конечно любит детей и даже умеет с ними работать но наверно все-таки искусственно навязывать теперь давай ольга петровна теперь давай проектами занимайся ну куда надеемся если это сверху рекомендует и самое главное что идет полная дискредитация и родители не понимают в чем дело потому что лепить рисовать и не знаю или там репетировать танец приходится вместе с детьми и сами в этом участвовать и ребенок многоточие поставлю то есть ну если понятно да нужно этому учиться разумеется и по крайней мере не путать проекты и какую-то другую деятельность второе вот как раз сбой в понимании самого проекта то есть у нас их очень много кстати классификации очень разные там и творческие и семейные и патриотические но это скорее всего содержание мы говорим целом о некой технологии но здесь тоже есть принципиальные вещи которые как раз наверное характерно характеризует именно то а что является сверх целью что такое бизнес проект даже паузу сделаю но тут очевидно все даже наверно там ребенок третьем классе ответить да ну наверно все-таки получение этой прибыли для того чтобы действительно поняли что-то вложили а извините получили немножко больше читались перед налоговой ну и остальные деньги не знаю потратили и на себя ну и сегодня еще очень популярно то самое социальное предпринимательство что такое социальный проект наверно там нет основы извлечения той самой финансовой прибыли хотя безусловно любой проект даже социальный требует определенных финансов это наверно как раз оказание помощи поддержки те категории которые в чем-то нуждаются и сами этого сделать не могут ну и так далее вот тут с этими категориями это отдельная тема я в рамках нашей встречи сегодня не могу все говорить но тем не менее если мы говорим о нашем конструкции социальных проектов все такими во главу власть как раз целевую аудиторию для кого мы это делаем как мы это делаем с каким отношением это делаем вот эти вещи тоже очень важно себя понимать и ну наверно еще одно очень важное тоже такое но системный твой я бы так сказал стремление в той команды который понимает в том числе свои силы имеет определенные ресурсы и время в том числе и пытается взяться за реализацию проекта но стремление или какой-то заданность такая того самого той самой матрицы или критериев и тех самых шаблонов которые необходимы для того чтобы оформить проект и получить поддержку но прежде чем я имею ввиду получение какой-то финансовой поддержки если вы выигрываете какой-то конкурс или кранты и так далее я двумя руками сразу фиксирую ни в коем случае не хочу чтобы они правильно поняли конечно если есть возможность получить поддержку вот разные и конкурсы идут там от администрации президента до администрации школы которая тоже может такие конкурсы объявлять особенность есть управляющий совет есть серьезные партнеры которые могут помочь и благотворители которые уделяют средства но если мы сразу группу я имею ввиду видеть проект на руку у нас ключевая характеристика если сама проект на группу который начинает заниматься проектом и сразу это все вносится в шаблон там и актуальность цели задачи там ресурсы и все все остальное если вот в этом адресе идем проект это пока нет еще и вот исходя из этого я тоже кажется это фиксирую очень важно чтобы сейчас рассмотрели вот это наш как раз наши технологии наш проект именно на это ориентирован этот гибкий конструктор позволяющий сначала достаточно серьезно глубоко основательно авторском варианте извините за термин получиться разработать поспорить и не знаю отойди может быть даже иногда там поконфликтовать потом снова помириться в проектной группе сделать реальное живое дело если проект получается и вы видите что он у вас если уже ну готов вы что называется не можете не реализовывать его тогда можно уже брать эти самые матрицы положения смотреть критерии шаблон как это оформляется и туда соответственно потом эти материалы но уже готовые которые вы отработали которые вы прожили может быть частично даже реализовали тем более если это у вас получается вот исходя из этого где-то два с полной года назад наше конструкторское бюро все таки пришло вот к этой идее тем более сегодня последний на реле 10 уже светлана об этом обязательно скажет популярный разный конструктор конструктор опыта конструктор там уроков конструктор стратегических сессий и так далее много этих самых карточных вот таких вариантов они действительно главное преимущество то что группа ну или отдельно если завтра деле он очень свободно может как раз вот этими всеми этапами технологиями различными подходами пользоваться выстраивать собственную авторскую логику и проектирование там или тоже стратегические сессии или урок или занятия если вы этим больше занимаетесь это как раз замечательный подход который мы пытаемся использовать ну вот несколько таких вводных слов как раз почему появляется это на технологии и я сейчас кратко характеризую вот из чего она состоит и каким образом с ней можно работать ну прежде всего это набор карточек я сказал такой гибкий подход который позволяет подойти к пониманию проблемы с разных точек зрения и выстроить именно собственную авторскую логику в которой вы будете дальше двигаться каждый раз может быть делает определенные но что там остановки паузы вносить коррективы если они необходимы ну прежде всего исходя из того какую целью перед собой ставите но это естественно в самом начале мы прекрасно понимаешь нужно понимать куда мы с вами идем но для того чтобы сформулировать эту цель более четко предметно ну там то же самое smart технологии когда мы должны понять конкретность достижимость реальность и так далее вот эти вещи мы для себя должны понять и дальше начать двигаться особенности целевой аудитор если мы говорим о нашем социальной проекте а для кого мы это делаем кто это какие люди какая категория людей чем их потребности в чем мы там страхи не знаю и желание все остальное и самый важный третий как раз момент я на первом же слайде это означают а вы то что можете вот с точки зрения самой проектной группы правда здесь на весь необходимость сказать что у нас есть проекты есть проекты вернее есть некие проектные замыслы есть некие проектные идеи там проектные пожелания но например очень бы хотелось что в нашем городе там были там более теплые там трамваи не знали обновлено или вообще было больше и не знаете чтобы они там ходили чаще и так далее обычно мой вопрос в любой аудитории в том числе и козроста особенно детская вы кто вы губернатор вы мэр города вы начальник транспортного извините отдела как там уже несколько помните ваши ресурсы ваша группа может эту проблему решить паузу делаю но обычно после центральной паузы говорю да я ни в коем случае нет говорю вас эту проблему не замечать и и конечно же фиксировать через 10 дней у нас будет очередной на что я интервью общение президента с гражданами пишите звоните делать это ведь обращение добивайтесь чтобы это произошло это ваша активная гражданская позиция которая но ни в коем случае не должна быть не в этом отвергнута делайте но вы так как проектная группа что называется извините опять сравнение по одежке протягивая ножки да то есть вы берете на себя то что может делать именно вы и вот я раз этот аспект обычно подчеркиваю я развожу вот эти два понятия некая проектность замысла проекта идеи которые конечно желательно что было но это делать кто-то другой и вы как сама проектная группа которая может сделать своими силами вот на этом наверное как раз различие очень важно еще раз для себя подчеркнуть чем это но существенная разница кто может пользоваться но перед вами начиная с руководителя разного уровня обычного системе образования там и вузы и колледжи и школа разумеется педагоги преподаватели ну то в том что есть система дополнительного образования разумеется это вот такие ну что называется только только вышедшие школы или студенты волонтеры сегодня у нас и день волонтер недавно отмечался у нас теперь в конституции это записано что волонтерство это наш все правильно но я вообще инструмент какой вот они замечательные конечно вчера вечера нас видели волонтеры раздают телефон я спрашиваю ну да это вот некий исполнитель которому дали коробку с телефонами дали там два десятка адресов вот подарите бабушкам телефоны замечательного он исполнитель он это делает и я ни в том случае опять не хочу сказать что это делать нельзя но если у них возникает кто-то желание самостоятельно что-то сделать ему инструмент должен то что он действительно многие вещи просто не понимаете рассказал что повсеместные всеобщее увлечение проектным подходом и когда над проектом называем вообще все что человек делает но и не знают раздать телефоны ветеранам но там не совсем проект хотя это проект конечно может быть чей-то волонтер в этом случае просто замечательный человек они знают там парень или девчонка который занимается но он просто исполнитель еще раз говорю они проектировщик мы разумеется сами школьники и студенты которые тоже могут в этом активно участвовать но опять подчеркиваю что для них очень важно понимать саму природу проекта не называть извините раздачу подарков проектом в составе конструктора два больших набора ну как два набора больших наверное совсем правильно говорит первый набор это 20 карточек который мы назвали этапы вот как раз позволяющие выстроить логику проекта опять маг маленькую паузу делаю еще раз это фиксирует нет потому шаблона который есть тут я уже самой части наверно даже последний так как готова даже что называется принимать частично виду на тебя уж извините я хорошо помню это был 99 год 20 с лишним лет назад на одном из больших там международных лагерей когда мы работали с несколькими странами ну молодежь имею ввиду я увидел американскую книжку называлась step by step шаг за шагом каким образом можно подготовить реализовать студенческую там или школьную инициативу мне это понравилось я на основании этого сделал свою работу она там уже лет 15 где-то бродит по просторам интернет и магазинам шаг за шагом или как подготовить и реализовать на социальный проект я тоже там прописал чего начинаем какие там последовательность нужно сделать и соответственно после это ну по крайней мере точно завершить проектом красиво опубликовать информацию в печати еще раз говорю что это логика но она не работает на другой стороны я прекрасно понимаю особенно сейчас что мы загоняем эту логику те самые проектные группы инициативные группы которые но на каком-то этапе спотыкаются дальше не знаю что делать потому что если это не пошло но дальше уже не интересно и вот мы еще раз говорю что за встречи года назад мы наконец пришли к тому что нужен гибкий инструмент позволяющие инициативной группе проектной группе попытаться самостоятельно выстроить при этом еще раз говорю что использую карточки и вот дамы дашь я чуть-чуть ниже там эту характеристику и второе но более там большой блок вы видите карточки технологий их 80 но логика простая 20 этапов мы решили по 4 конкретных технологий или технологических приемов для каждого этапа подготовить и если возникает потребность светлана александровна чуть позже об этом расскажет группа может к этому обратиться и получить но более развернутую информацию как на работать на конкретном этапе ну скажем с теми проблемами которые но группе пока не совсем понятны вот так выглядит карточка первого набора это этапы ну например карточка называет об называть изучаем проблему изучаем проблему вот достаточно просто таких 20 карточек но как работать на 5 чуть позже скажем и самое главное на сильной стороне каждой карточки те самые ну контрольные экспертные вопросы мы очень любим это называть экспертная труба или управленческие вертушки когда сама проектная группа мало ли вот они увидели карточку написано изучение проблема что такое опять же есть у каждого есть свое представление потом на тем не менее нужно дать конкретно что может и что должна группа сделать на этом этапе мы вот сформулировали несколько вопросов на каждой карточке разумеется вопрос перечень ищи а повыше разумеется их можно продолжать и тем не менее ну по крайней мере вот эти он тоже перед нами вот как в этой информации появляется в проектной группы увидеть тоже одно и город район и школа там двор подъезд и все остальное тут уже могут разные масштабы да вот а какие основные проблемы эта проектная группа может хотя бы для себя но так на скидку что называется там прикинуть перечислить может быть на разговоре штуру провести а для чего но мы должны сначала вот это поле обозначить вот какие проблемы есть что в городе школе микрорайоне подъезде у вас не устраивает если вы живете вот с чем вы сталкиваетесь может быть эта проблема только ваша я не знаю вам способна все остальные в этой проблеме вообще не видит этой проблемы какие самые серьезные вы почему но вы видите да и самое главное как сейчас этим справляются другие группы другие команды там другие школы другие там студенты не знаю другие там профсоюзной организации здесь вот очень важно и вступление обычно делаю ну часто мы же с этим с технологии вы поняли уже работаем больше двадцати лет сначала было вот это этот алгоритм 21 шаг как подготовить и реализовать проект последние два с половиной года уже вот на основании конструктора и мы каждый раз сталкиваемся чисто детские да и студенчики кстати тоже реплики вот они украли нашу идею мы тут придумали там не знаю вот ухаживать там за домашними животными не знаю или там поздравить малышей детском садике вот таким образом а соседняя группа вот поскольку мы часто работаем в разных программах и лагерях детских тематических и так далее вот они вот тоже это хотят я обычно стали ребят давайте договоримся сразу ну что целевой аудитории тех людей которые в чем-то нуждается хватит всем здесь задача не написать диссертацию не подчеркнуть новизну и исключительность да если вы пишете диссертацию там магистрский кандидатскую тем более докторскую наверное нужна новизна извините без этого вряд ли там какая-то комиссия спецсовет допустит защите тем более проголосует за социальное проектирование любом другом кстати тоже бизнес идеях но бизнес там наверно все таки немножко по жестче если вы уже конкурент то наверное все таки нужно какое-то время припрятать до самой идеи по крайней мере получить там первоначально какой-то серьезный там там вариант прибыли после это уже идея в любом случае разойдется никуда ведь не встрече еще раз возвращаясь когда социальное проектирование даже значимо это узнайте как другие сделали поговорить и встретить попытайтесь понять каких и какие ошибки не допустили на каком из этапов что они предпринимали чтобы проект был более успешен подписали в газету не знаю работали социальными сетями ходили опрашивали вот и не знает там тех самых пожилых людей ветеранов которые все меньше и меньше остается вот и так далее что они сделали что проект был максимально успешен и это как раз помощь помогает вам сделать более качественную подготовку и проект будет с большей вероятностью реализован вот я специально этим зависла и поскольку мы практически каждый раз с этим сталкиваемся вот такое ощущение какой-то внутренней конкуренции вот только мы должны это сделать и все остальное только мы должны поздравить наших малышей с новым годом виде елочки нарисованы там на кабинете где они занимаются и вот там только они могут там нарисованные игрушки размещать очень кто-то делать не может давайте договоримся что это нет никакой необходимости это очень важное понимание и 2 2 набор это карточки технологии как и рассказала тоже 200 разумеется с одной стороны описание что это за технологии но посмотрели да то самая целевая аудитория почему аватар ну для студентов и школьников и молодых преподавателей это все же такая нормальная технология понимаю чем идет речь как и применять ну и соответственно у нас есть еще и сама матрица самый шаблон уж извините за это слово на таблица которую нужно заполнить начиная с того как зовут какой возраст в виде семейное положение главное здесь какие потребности какие интересы увлечения и обратите внимание на те самые страхи чего боится человек поскольку мы действительно работаем социально проектирование именно с людьми вот эти самые страхи не за этом пожилой человек уже там не знает на второй год не открывает дверь ну поступки незнакомца потому что один раз уже попытались не обмануть и не знаю знаете ужасных случаев которые иногда по телевизору показывают там вошли там ограбили награды отобрали все остальное это же как все расходится в этом бабушке дверь не открывает это означает что вы понимаете эту ситуацию и прежде чем постучаться принести не знаю тот же подарок или вот как вчера показывает тот самый мобильный телефон который будут давать вы хотя бы договоритесь чтобы там из отдела соцдиспечения да и сказали что вас сегодня 12 придет придет группа волонтеров и так далее так далее вот эти все вещи нужно проговаривать иначе будет ну беседы непонятно вы старались готовились и не знаю что-то закупили идете там не знаю сумка молока хлеба я не знаю там или и пряников а вам не открывают но насколько это все может случиться вот такая детальная проработка одного-двух конкретных представителей очень хорошо помогает ну что называется извини за это слово заземлить проект вот он становится действительно реальный поскольку вы понимаете не нечто выдуманное да ну вот там кажется что но это вам кажется а может быть нужно просто понять когда потребности тех людей для которых вы это делаете это очень важный эффект но здесь я опять же кратко остановлюсь вот 2 таких набора ну а что будет дальше сейчас светлана александровна начнет с вами работать объясняя вот как с этим с этими наборами есть смысл работать и выстраивая я опять подчеркиваю давайте ключевых слова гибко очень и в авторском исполнении тот самый социальный проект который потом действительно можно будет при успешной реализации или хотя бы первого этапа успешной реализации можно будет подавать на различные конкурсы гранты получать дополнительную поддержку уже идти как раз и искать пикта дополнительных социальных партнеров дополнительных финансирования поскольку вы это сами сделали вы это прожили вам это ну что называется нравится и вы уже понимаете чем идет речь ну все завершает часы страна будет работать еще одна из технологий которому тоже обычно говорим на всех этих этапах попробуйте использовать бизнес технологии который называется речь в лифте уверен что вы знаете картинка обычно рисуем вот вы входите в лифте не за этом 10-15 этажного дома и перед вами там мэр города не знали начальник управления образования еще крупных лидеров которых вы знаете у вас его там 10-15 секунд чтобы рассказать о своем проекте вот это предложение очень помогает ну во первых еще раз себя зафиксировать четко сам проект ну и влюбиться в него для того чтобы потом нужно было реализовать все я пока останавливаюсь сейчас светлана как раз проговорит об основных этапах работы над проектом спасибо добрый день коллеги рада вас приветствовать и александр сергей делает акцент на именно социальных составляющих проектов но хочу заметить что конструктор также успешно применяют и в школах для исследовательских проектов и даже для бизнес проектов но так сложилось что наш опыт работы с конструктором чаще связан именно с социальными проектами я прошу вас в чате написать какими проектами чаще работаете вы если можно прям в чате напишите какие виды проектов вам знакомые и какими вы работаете ну а я продолжу и расскажу как же мы используем конструктор в работе с проектами и здесь важные аспекты то есть конструктор можно использовать проектными группами которые вообще еще про слово проект и про то что это такое не знают абсолютно ничего и серьезными командами проектировщиков которые уже несколько проектов реализовали и хотят да снова в новый проект включиться то есть нет ограничений по опыту участников но сами приемы сам алгоритм работы с проектом конечно будет немножко отличаться что делаем мы первый шаг когда мы начинаем с любыми ребятами педагогами коллегами работать с этим конструктором то мы предлагаем им познакомиться с этими двадцатью этапами проекта и обычно делаем это так раздаем карточки и просим команду собрать все эти карточки в логическую последовательную и даже если команда никогда не слышала слова проект она все равно на основе своего жизненного опыта начинает знакомиться с названиями этих этапов и выстраивать такую такую логику связанную с жизненным опытом мы понимаем что завершение проекта это где-то в конце а там например формирование команды где-то ближе к началу то есть вот такая жизненная логика которая получается здесь важны именно аргументы которые команды обсуждая ту или иную ситуацию приводят и в инструкции конструктору сказано что этот этап проводится до того момента как команды договорятся и до того момента как надоест спорить потому что действительно бывают достаточно жаркие споры команда не всегда может договориться какое-то раньше какое-то позже но в среднем эта работа занимает примерно 20 минут 20 минут мы даем командам поразмышлять а вот потом уже команды включаются в такое активное представление того что у них получилось но об этом чуть позже и так когда сейчас период пандемии мы работаем с проектными командами то мы используем карточки на онлайн доске это открытая доска на которой находится несколько карточек то есть там не все 20 карточек потому что ну просто в силу технических таких объективных условий мы стараемся чтобы на экране были все карточки видны поэтому там немножечко меньше но если вы захотите попробовать можно зайти и попробовать мы стараемся на семинарах там вместе с участниками входить и передвигать карточки но поскольку здесь мирополис не так удобно давать вам микрофон поэтому мы этот этап пропустим покажем вам как это происходит на конкретных примерах ну например команда рассуждала рассуждала и дошла до вот такой структуры до такой логики проекта обычно мы просим команду как только они договорились зафиксировать то о чем они договорились но если это бумажные карточки то это фотография на телефон если это доска то это конечно снимок экрана print screen и здесь вы видите что логика проекта начинают проект целевой аудитории вот александр сергеевич сегодня много говорил мы понимаем что мы хотим да или нам надо в зависимости от условий проекта сделать что-то для например но мы чаще со школьными командами поэтому например для ребят начальной школы старшеклассники что-то должны приготовить а дальше мы начинаем размышлять а какие проблемы у этих ребят есть но например сейчас одна из таких актуальных проблем впереди новый год старшеклассники на дистанте малыши где-то очно где-то на дистанте как организовать праздник при том что массовые мероприятия запрещены при том что есть еще ряд ограничений и так далее и запускается следующий этап поиск генерации идей что можно сделать несмотря на все ограничения затем выходим на формулировку цели задачи ищем партнеров которые помогут доставить подарки малышам может быть это даже будут родители но и так далее одна из вариаций как выстроить логику проекта перед вами и сразу скажу что очень часто нам задают вопрос а как правильно конструктор такая технология которой нет единого правильного рецепта нет единой инструкции что если вы будете делать вот так то у вас обязательно все получится а если вы пойдете другим путем то у вас возникнут какие-то трудности и вы не справитесь все зависит от каких-то и стартовых условий и от ситуации в которой вы работаете над этим проектом и от темы и от того насколько у вас там большая команда несколько команд и так далее обстоятельств очень очень много и соответственно здесь нет единого какого-то плана да как можно можно начинать с того момента с которым вы видите как двигаться к реализации проекта я сейчас александр сергеевичу дам минутку для коментария спасибо ну вы увидели вот одну и один из первых подходов который сайтлана прокомментировала я посмотрел в чате несколько вопросов или ответов но вижу какие проекты у вас чаще встречаются социальные исследовательские учебные исследовательские но там все-таки не информативные информационные верные практикориентированные еще раз мы с этого и начали сайтлана акцент сделала конечно это конструкция которая может применить к любому из вариантов главное увидеть вот ту самую сверх задачу которые есть или специфику каждого проекта ну например на мой вопрос а что такое практикориентированный коллега ответил да это некий продукт создается ну тогда давайте смотреть а что это такое если вы оказываете конкретную помощь в той же библиотеке там учителю там в самой школе наверное это та самая помощь это можно называть социальным проектом тогда ваша целевая аудитория ну не знаю там библиотека или дети которые приходят в библиотеку например да вы пополняете книгами ну сбор объявили ну там хорошие еще в хорошем состоянии книги это кстати очень часто в школах делается но чтобы их не выкидывали там скажем малышам приносили ну и правда нужно обрабатывать особенно сегодня если это уже определенная извините прибыль определенная бурочка которого надеетесь получить но это уже будет бизнес проект это тоже нужно для себя еще раз понимать и вот как раз само понимание природы того действия что вы для себя сейчас планируете очень важно для того чтобы акценты можно было расставлять тогда вы по-другому смотрите и на целевую аудиторию ну например да если мы делаем социальный проект готовым вернее ну понятно что мы не будем с бабушек и не знали там с малышей деньги брать а сегодня у нас я уже сказал что очень популярно то самое социальное предпринимательство может вы сначала на чем-то заработаете но тогда будет аудитория для которой предлагаете ваши услуги другая а часть вашей прибыли извините будет направлена гораздо приобретение тех самых мобильных телефонов или подарков для малышей еще одно вот тоже вопрос очень хороший если я готовлю статью это проект это не проект это описание хода и результатов вашего проекта это научная работа и она естественно тоже должна быть таким образом оформлена с требованием журнала куда вы это все публикуете с указанием источников наверное той самой базы на которой все это происходило и так далее это уже естественно просто оформление литература оформления того самого продукта который вы сделали в ходе реализации проекта но я прошу дальше Светлана подключиться уже и у нас еще одна версия каким образом это может выглядеть вот работа с этим этапом карточки я продолжу соответственно когда у нас команда зафиксировала то команда исходит из той логики из того проекта над которым работают они здесь наверное важно чтобы хотя бы какие-то идеи может быть нескольких проектов были у ребят потому что если это просто абстрактно про какой-нибудь проект мы сложим логику то это не так эффективно как непосредственно поиск логики для реализации своего будущего проекта да то есть может быть если у ребят нет еще идеи своего проекта взять какой-то такой условный учебный проект я сейчас на примере новогоднего утренника новогоднего мероприятия событийные такие проекты да мероприятия они достаточно понятны всем потому что опыт по крайней мере участие был у каждого но обычно даже у школьников уже есть и опыт организации с первого класса ребята что-нибудь могут готовить для кого-то другого поэтому здесь им все этапы подготовки репетиции и так далее чаще бывает понятно еще вариант такая любимая детская логика я бы сказала очень часто школьники начинают именно с команды проекта у меня есть мои друзья с которыми мне хорошо с которыми мне интересно и я хочу чтобы мы вместе сделали что-то такое для всех и безусловно такая логика тоже имеет существование но здесь всегда когда ребята защищают свой проект мы задаем им вопрос а это действительно команда проекта или это просто твои друзья и чаще всего выходим на рассуждение о том что это некая такая инициативная группа или даже один инициатор который уговаривает своих друзей да включиться в эту его инициативу а команда все-таки появляется чуть позже но ребятам важно сделать акцент на том что то что они будут делать они будут делать со своими друзьями со своими знакомыми но дальше появляется что только своих друзей нам не хватает нам нужен например фотограф у нас нет нам нужны какие-то например помещения для того чтобы провести мероприятия понятно что своих нету нам надо как минимум договориться там с директором школы с директором библиотеки или еще с каким-то руководителем появляются социальные партнеры ну а дальше цель выбор проблемы поиск и целевая аудитория появляется немножко позже потому что для ребят очевидно что они делают для других ребят но для кого именно они хотят увидеть уже после того как соберут идеи они идут от своих интересов от своих хобби и например я умею рисовать а вот кому я могу научить рисовать я пока не очень понимаю а дальше когда мы собрали все наши интересы собрали все наши хобби мы понимаем что основные наши активности они направлены ну например на наших ровесников или на ребят которые там на два на три года младше ну иногда бывают бабушки дедушки да и ребята хотят для них что-то сделать сейчас конечно в условиях пандемии сложно о таких проектах говорить потому что ограничения не позволяют взаимодействовать с этим этой целевой аудиторией и здесь уже другая логика проекта получается но при этом важно что и первый вариант и второй вариант позволяет нам дойти до результата а для нас как для проектировщиков очень важно что проект не остается на бумаге что любой проект над которым мы работаем он потенциально может быть реализован почему игры потенциально потому что бывают и такие истории когда на этапе работы на каком-то команда понимает что реализовать проект они не могут это такое честное решение и важно понять и дальше возможные варианты команда может отказаться от проекта совсем или команда может его доработать скорректировать сузить обычно да чтобы реализовать но при этом всех ресурсов в том числе своих личных до времени сил хватило на реализацию проекта действительно иногда особенно начинающие проектировщики не понимают весь масштаб бедствия и работа с конструктором как раз позволяет увидеть весь этот объем предстоящей работы когда все эти 20 этапов разложены на столе или на онлайн доске становится очевидно сколько важных вещей сколько важных мелочей необходимо проработать и безусловно здесь важно мы двигаемся дальше я напомню что в чате у вас есть ссылка на доску и вы можете со своей проектной командой или порекомендовать тем проектным командам с которыми вы работаете зайти по ссылке выложите эти карточки в логику проекта и потом соответственно представить что у них получилось но мы двигаемся дальше следующий этап когда команды разложили карточки разместили разместили на онлайн доске мы предлагаем им продублировать эти карточки обычно просим на стикерах писать на стикере номер до этапа какой у них получился и название такая двойная работа с одной стороны для того чтобы еще раз убедиться что логика которая получилась у команды имеет право на существование с другой стороны карточки обычно мы забираем и даже на онлайн доске то что сложили ребята долго скорее всего зафиксировано не будет а когда ребята перемещают эти стикеры на флипчат чаще всего или на лист ватмана или на какую-то доску то этот лист может висеть там где проектная команда часто собирается конечно сейчас популярны еще всевозможные сервисы да и онлайн доски которые позволяют команде работать удаленно такие возможности тоже есть и доска падлит и доска мира но я думаю что вы знакомы с этими форматами но важно что это доска на которой команда может постоянно работать самостоятельно вот здесь несколько таких вариантов мы предлагаем часто командам связать ну само изображение визуализацию с тем проектом о котором они думают да и вот здесь есть такая спираль лесенка есть вариант где на три таких подгруппы разделены этапы в прошлом году работая над новогодним праздником коллеги нарисовали елку и разместили этапы проекта как гирлянда но здесь конечно важно не сама визуализация а возможность в случае если мы ошиблись поменять этапы отклеить и переклеить и понять что к какому то этапу мы можем вернуться какой то этап мы можем продублировать какой то этап да может быть даже трижды презентация проекта например происходит на уровне идей на уровне перед тем как приступить к реализации и когда мы уже завершили работу мы снова можем презентовать результаты проекта да то есть трижды повторить какой то этап но здесь же можно делать и всевозможные пометки какие то значки если мы уже реализовали этот этап да или если у нас здесь возникли сложности иногда используются есть технологии там скрам или канбан да там разные красные сигнальные значки что мы здесь застряли на этом этапе у нас возникли сложности и так далее но на этапе на котором мы сейчас с вами нам важно эту логику уложить в голове проектировщиков и мы предлагаем командам представить эту логику проекта для других команд ну обычно кто-то из участников представляет результаты работы команды а другие другие участники или мы с Александром Сергеевичем задаем им уточняющие вопросы вот здесь одна из встреч в точке кипения мы в прошлом году начали такие встречи с педагогами в точке кипения но вот сейчас пока тоже из-за коронавируса их приостановили и работаем больше онлайн и вот здесь важно что команды видят аргументацию других команд и часто у неуверенных команд первое желание поменять этапы сделать так как у них но мы помним что нет единой логики и нет единственного правильного ответа если команда может обосновать почему они начинают с этого этапа то гораздо важнее обосновать свою логику а не попытаться посмотреть как у соседей потому что здесь важно видеть свои шаги что происходит дальше а дальше зависит от опыта команды если команда впервые реализует проект то конечно мы идем последовательно они решили начинать с команды мы начинаем с команды и каждый этап помогаем им прояснить уяснить как кураторы проекта и что-то подсказать и для этого как раз и есть наши карточки с технологиями для каждого этапа есть четыре варианта если команда опытная то карточки технологий помогают сэкономить время то есть мы какие-то этапы уже знаем как мы работали у нас все получалось но вот вдруг на этом этапе у нас возникли сложности и вместо того чтобы ломать голову мы берем технологии выбираем ту которая подходит под наш проект или просто случайно вытягиваем одну из четырех и прорабатываем этот этап вместе как это может быть то есть вот все двадцать этапов мы вытащили например на этапе работы с социальными партнерами мы осознали что мы не понимаем как их искать где их искать часто вообще ребята не понимают что такое социальные партнеры мы познакомились с технологией мы увидели инструкцию как применять делай раз делай два делай три мы увидели как это оформить видите табличка такая делали и в результате получили список потенциальных социальных партнеров этот этап пройден нам понятно и важно что здесь вот если не очень хорошо видно на слайде что здесь везде зафиксирован ответственный и срок исполнения то есть мы не всей команды отвечаем за это не мы вместе это сделаем а есть кто-то конкретный с кого мы это спрашиваем это то за что мы так любим скрам да когда персональная такая ответственность и сразу видно кто или не справляется или забыл и есть возможность у команды подхватить эти задачи чтобы не в последний момент вдруг увидеть что даже не начинали даже не приступали к каким-то задачам а заранее и ну и перераспределить нагрузку или еще как-то очень часто особенно у команд школьников студентов бывает история мы все вместе это сделаем но вот все вместе обычно бывает никто я думаю что сделаешь ты ты думаешь что сделает он он думает что вы уже все все сделали поэтому вот эта возможность закреплять конкретные задачи за конкретными людьми это одна из составляющих такого вот успеха проекта что дальше дальше мы работаем работаем вдруг на очередном этапе возникли трудности мы снова берем карточки технологий и вот здесь одна из любимых наших технологий обратный мозговой штурм когда генерация идеи заходит в тупик или все решения ну настолько очевидные что не хочется даже пробовать можно запустить такую технологию которая позволяет довести любую ситуацию любую проблему до абсурда да и когда мы придумываем как ухудшить эту ситуацию мы невольно видим шаги которые позволяют ее и улучшить тоже и решить эту проблему и вот такой формат с одной стороны позволяет да немножечко отбросить какие-то стереотипы шаблоны а с другой стороны увидеть то что не лежит на поверхности таких 80 технологий разных и все так или иначе на разных этапах используем что дальше безусловно презентация материалов ну и как мы уже сказали идея есть план есть конечно важно приступить к реализации иначе это ну как бы просто учебная какая-то задача проект не реализованный не дает ни энергии ни сил и не позволяет отрастить крылышки участникам для того чтобы браться за более серьезные проекты конечно лучше всего если первый проект маленький и успешно реализованный да то есть он ситуацию успеха создает для команды и дальше команда уже не боится браться за серьезные проекты но все это зависит от тех возможностей которые вы можете позволить себе и вот здесь важно что что все равно неизбежно когда каждая команда сталкивается с какими-то трудностями и для того чтобы эти трудности преодолевать вместе было легко есть еще один раздел на сайте он в открытом доступе и к каждому из 20 этапов есть такие советы как избежать некоторых ошибок поскольку мы работаем с проектированием уже очень давно мы понимаем на каких этапах с какими трудностями команды сталкиваются и есть некие такие советы да что можно сделать чтобы на этом этапе проект не перестал существовать команда не разругалась окончательно да как вот выйти из достаточно сложных ситуаций избежать этих ситуаций невозможно потому что ну как бы не происходит роста если мы не ошибаемся не происходит развитие если мы не сталкиваемся с трудностями если все идет как по маслу ну это не проект это как вот ну не знаю франшизах иногда да так расписано все четко везде где нужно подстелили уже соломки и мы знаем что если мы делаем так то у нас все получится но даже и там непредвиденные обстоятельства способны казалось бы историю успеха превратить в историю неудач поэтому невозможно избежать ошибок но возможно найти как справиться с ними в кратчайшие сроки и для этого вот у вас есть страничка на которой по каждому этапу вы можете найти да сейчас дадим ссылочки сейчас дадим они все есть в презентации но сейчас сейчас тоже дадим и безусловно ну здесь страничка про нас я хотела еще сейчас отвлеклась чуть-чуть и безусловно как бы это такая история которая пополняется то есть если у вас вдруг возникает ситуация которая не описана еще вот в этих советах и ошибках вы задаете вопрос нам где-то в социальных сетях где наше педагогическое конструкторское бюро или обращаетесь к нам напрямую я еще раз повторю наши контакты и мы добавляем в эти советы вашу историю поэтому не стесняйтесь смелее смелее обращайтесь да с вашим авторством с указанием там города если вы захотите и мы рассказываем или наоборот у вас не так скажем не трудности сложности а вы наоборот знаете как справиться в какой-то ситуации которая у нас еще не описана вы делитесь своим советом и тоже с вашим авторством мы его с удовольствием размещаем ну вот так наверное достаточно коротко мы рассказали как работаем конечно работа это достаточно длительная то есть вот первый этап знакомства с этапами проект это обычно вот там часовой или полутора часовой да такой ну как занятие мастер-класс формат а дальше все зависит от того насколько у вас проектная деятельность включена вашу учебную деятельность то есть либо вы на конкретном проекте тренируетесь на небольшом набиваете шишки разбираетесь либо у вас есть такой обучающий курс иногда в школьных программах есть да и вы в течение года постепенно все эти этапы прорабатываете с разными технологиями знакомитесь и потом уже да как на выходе как зачетная работа реализуете какой-то проект здесь уже универсальных тоже рецептов нету все зависит от тех обстоятельств которых вы с проектами работаете я сейчас передам слово Александру Сергеевичу а сама пока дам ссылку хорошо спасибо ну что мы действительно это завершаем у нас остается по графику еще там 2-3 минуты и я хочу вам благодарить Любовь Виктора у нас спросила как раз какими сервисами им пользоваться я ответил в чате что ну вот патент который мы проговорили и юджайл еще сегодня есть совершенно бесплатный до 10 человек который замечательно помогает как раз проектным группам небольшим внутри чатами пользоваться и соответственно эту использовать кран-доску давать конкретные задачи каждому причем Светлана именно с персональной ответственностью причем наша российская разработка что нам очень нравится и может пользоваться ну основное мне проговорили я с самого начала зафиксировал такие наши позиции наши взгляды что это такой авторский вариант это очень гибкий вариант который позволяет на любом из этапов Светлана тоже сказала или вообще отказаться но мы поняли что не хватает ресурсов это вообще не наша тема но не специалист я по дошкольникам мне бы лучше заниматься более старшим возрастом то есть в любой момент отойти или саму идею ну кому-то передать убедить уговорить что кто-то мог другое делать наверное самое главное что опять ключевое ну это кстати ко взрослым относится напрямую поскольку мы все так или иначе сегодня волонтерство растет и мы ведь не только профессионалы волонтеры чем-то может быть главное вот это ощущение олимпийского чемпиона или там крылья за спиной когда пусть небольшой но реальный проект который мы смогли реализовать он вдохновляет на дальнейшее очень важно чтобы извините опять за педагогический не поставить двойку за плохой проект даже если он исследовательский даже если ребенок что-то делал ошибся а все таки вот ну поставить его что называется на крыло и вот он мог двигаться в этом направлении понимая и природу самого проекта сначала мы начали должны понять что это такое что мы делаем и сам тип проекта потом уже двигаться вместе с ним ну и приглашаю на наш курс для того чтобы могли более серьезно подробно с этим поработать ну и Светлана дала уже ссылочки тоже сейчас она это скажет и мы завершаем да я отдала ссылочки и если будет интерес именно к погружению в работу с конструктором то мы обсуждали с компанией Директ Академия возможность открыть курс повышения квалификации тоже по теме проектирования с использованием конструктора проектов то есть там тогда будет погружение не только вот в эти алгоритмы работы но и в сами технологии и все советы и ошибки да все все и все в но и в все нет все 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 в Продолжение следует... Напоминаю, что запись вебинара обязательно будет, и просматривая записи вебинара, не забывайте ставить лайки тем записям, которые для вас наиболее интересны, актуальны, полезны, так как это поможет им подняться в рейтинге и большему количеству людей увидеть ту информацию, которая действительно может быть полезна не только для вас, но и для остальных. Поэтому это такое обращение к тем, кто будет еще смотреть в записи наш вебинар. Коллеги, сейчас я тогда останавливаю запись, и мы перейдем к нашим организационным вопросам. А если Светлана Александровна и Александр Сергеевич к нам вернутся, то мы будем рады... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!